Всем привет! Вы смотрите пятый ролик из восьми роликов, в которых мы показали самое интересное, что мы видели в круизах за последние пять лет. Это ролик о портах Средиземного моря. Мы в Средиземном море были на трех круизах. Очень трудно показать все порты в одном ролике так, чтобы его длина была не очень длинной. Поэтому я очень сильно сжал, и те, кто хочет посмотреть все подробнее, пожалуйста, в мой YouTube-канал. А здесь в сжатом виде самое интересное. В 21-м году мы были на Средиземном море на корабле Harmony of the Seas. Мы начали из Рима и закончили в Риме. Там Рим, Барселона, еще несколько городов. Мы пришли к фонтану Треви. Туристов здесь оказалось меньше, чем я ожидал. Фонтан встроен к зданию, к дворцу Пола. Поступает вода сюда с источника, с чистого источника, расположенного в 13 километрах от Рима, по водопроводу, который построен в первом веке до нашей эры. Вот вода поступает в центре, вот здесь, и она разливается на несколько ручьев. Мы находимся на площади Испании, где сотни туристов не дают снимать. Вот это фонтан Баркачо, который изображает затонувшую лодку. Видно, что это затонувшая лодка. Вот сама площадь Испании. А сейчас перед нами открывается знаменитая испанская лестница, одна из самых красивых лестниц в Европе. В Италии надо кушать пиццу. Не потому что пицца лучше всего, а потому что пицца в Италии. Мы в парке Боргезе. Там поднялись. Идем в сторону виллы. Дошли до виллы Боргезе. Тут галерея Боргезе. Попробуем пройти внутрь. Можно или нет, не знаю. В общем, оказалось, что нам казалось. Билеты есть только на послезавтра. Вот стоят люди, которые на три часа взяли билеты несколько дней назад. Вот и Колизей римский. С большим трудом нам удалось попасть в Колизей. Вот здесь происходили гладиаторские бои. Бои между гладиаторами, бои с дикими зверями. И бои по принципу толпа народу, последняя остается в живых. Мы вошли внутрь Колизея. Вот здесь сидели люди, там, где мы стоим. И вон там тоже. Это ряды трибун. Мы видим сцена, кусочек сцены. На этом уровне была сцена. А вот это все, вот здесь, это все подземные сооружения. Там содержались люди, звери. Заодно увидели триумфальную арку. Подземные сооружения, где содержались те, кто потом выходил на арену. Люди и животные. Мы вошли в церковь Святой Анжелы на площади Навона. С утра мы пришли на площадь Навона. Пока здесь народа почти нет. Площадь трех фонтанов, дворцов, церквей. Вот это фонтан Мавра. Когда-то здесь был стадион, который постепенно, в средние века, который постепенно превратился в такую площадь. Сейчас перед нами фонтан Нептуна. Один из трех фонтанов площади Навона. Вот к этому центральному фонтану мы еще подойдем. Вот это самый главный фонтан. Фонтан четырех рек. В центре египетский обелиск. Фонтан четырех рек на площади Навона является самым красивым фонтаном этой площади. И один из самых красивых фонтанов в городе. Вот фонтан с другой точки. Сделаем немножко светлее. И египетская статуя. Вот фонтан с противоположной стороны. Еще несколько. Мавра. И в середине лошадь. Что я еще хотел рассказать. Вчера молодой человек в метро лет 18 и симпатичный решил залезть ко мне в карман. Но дело в том, что у меня в карманах пуговички, которые не дают зайти. И я почувствовал, как его пальчики уперлись в мои пуговички. Делать проблему и провести вечер в полиции давать показания у меня не входило. Я просто всунул свою руку, убрал его руку. Он спокойно пошел в другой конец вагона. Вот это и впечатление первого дня. Мы подошли к пантеону. На часах полдвенадцатого и туристов уже много. Все, надо отстоять очередь. Вон там ее начало. Идет сюда и до. Вот там в конце пантеона вход. Мы зашли в пантеон. Очень впечатляет. Все. Мрамори, пантеон. Круглый зал. Наверху есть маленькое окошечко. Единственный раз в году сюда попадает солнечный луч. Освещает вход в пол. Скульптура Марка Аврелия на Капитолийском холме. Это копия. Оригинал находится в музее. Музей с двух сторон. С одной стороны и с другой. Эту площадь создавал Никеланджело. Он не дожил до конца строительства, но его ученики продолжали. Вот в этой истине мы проверяем жену на верность. Если она всунет руку глубже, глубже, если она ее вытянет целую, значит она верная жена. Вынимай. Ой. Все нормально. Сейчас будем проверять меня на верность. Я в зону руку. Если человек, главный момент, я вынимаю, в руку или нет. Оп. Значит все верно. Неаполитанский залив. Очень красивый пейзаж. Альянцы здесь живут достаточно тесно. Площадь Плебесчита. Плебесцита. Тут два конные станции. Статуи. Перед нами базилика. Очень красивая. И два совершенно одинаковые здания близнеца. Вот один. И вот второй. Мы пришли в Галилею. В галерею, которая очень мне напомнила Миланскую. Но Миланская гораздо более присмотрена. Хотя это тоже делают реставрацию. Экскурсия до того жесткая. Нельзя отойти. Нельзя. Сейчас мы уже уходим. Нельзя отойти. Нельзя в магазинчик. Их даже нельзя купить магнитики. Поэтому пока я его отвлекал на тему о зодчестве. Жена. Он туда. Он туда. Сбегала вот сюда. Я ей дал Юру. И она купила красивый магнитик с изображением Неаполя. Начинаем с памятника Колумбу. Погуляем по Рамблес. Зайдем на базар. Дальше погуляем еще. Утро на Рамблес. Лавки только открываются сувенирные. Солнце еще не пришло. Симпатичный дом с зонтиками. Зонтики. Очень много цветочных магазинов. Такой запах стоит. Приятный. Вышли на площадь Каталонии. Туристы есть, но мало. Погода просто замечательная. Идем дальше гулять. Мы просто гуляем. В церковь нас не пустили. Говорят завтра. А завтра? А завтра нас здесь не будет. Магазины тоже говорят завтра. В воскресенье. У них все закрыто. Только туристы шастают. Старинный замок. Попали на нумизматический шук-пиш-пишин. Продают огромное количество медалей. Бумажных денег. И очень много продавцов. Несколько монет. Мы в Пальму-де-Мальорко. Идем со всей толпой. В испанских городах разрешается сход на берег свободный, невакцинированным. У кого маленькие дети, те должны брать только официальные экскурсии. Мы в этом парке. Кафедральный собор впечатляет. Очень сильно впечатляет собор. Посмотрим его в панораме. Поднимаемся. И в конце. Вид открывается из кафедрального собора на залив и на наши кораблики. Пальма-де-Мальорко. Один из самых красивых городов, которые мы видим. Сочетание Средиземного моря и старинных особняков. Виды здесь очень красивые. Вот на открытку. Что-то я здесь был лет 10 назад. Она больше наклонилась. Сейчас боишься, чтобы не упала. И нескончаемые толпы туристов. Вот она, красавица. Вот эта башня. Вроде стала ровной. Главное, с какой стороны подойти. Против очень красивая церковь. Личная точка съемки. Но отсюда она не такая уже и падающая. Возле нашей гостиницы какая-то демонстрация. И там еще далеко полно народу. И все на итальянском. И я не понимаю, что это. Это демонстрация против всемирного потепления. Вторая часть. Это порты. В основном те же самые порты. Средиземного моря. В которых мы были в 2022 году на корабле «Wonder of the Seas». С той разницей, что мы на этот раз выходили из Барселоны. В отличие от первого круиза, когда все были в масках, и даже не во все порты разрешалось выйти, и даже сбегать, купить за один евро какой-нибудь сувенир, отойти от экскурсовода было нельзя, здесь уже было свободно. И мы могли выйти во всех портах, и двигаться сами, без экскурсовода. Мы остановились в гостинице «Квадро Нассенс». Это «Арамбля 40». Я очень рекомендую. Тут всего две звездочки, но для туристского класса очень хорошо. За мной «Саграда Фамилия», и мы сейчас туда войдем. «Саграду Фамилию» надо заказывать заранее, за несколько дней, в интернете. Мы заказали на 9 утра, к моменту открытия, и сейчас мы пойдем любоваться на это самое красивое здание Барселоны, одно из самых красивых зданий мира. С каждым нашим приездом количество башен увеличивается. Сейчас построили башню Девы Марии. Мы ее отойдем, увидим. Вместе с билетами продают аудиогиды, я его почитал. Особо ничего интересного. Вот эта часть, которая была сделана при Галти, А вот это уже новострой, который сделан на деньги туристов, которые посещают. Конечно, то, что сделано при Галти, это сейчас сделать вряд ли могут. Пошли в «Саграда Фамилия», смотрим вокруг. И в «Саграда Фамилия», что сюда находят паэты, и в «Саграда Фамилии». Коми «Саграда Фамилия». «Автория». «Могу!» «Саграда Фамилия», «Саграда Фамилия», «Саграда Фамилия». здесь очень интересно снимать под разными ракурсами но мне больше всего нравится именно сами башни и на отсюда глядя потолок витражи конечно это уже современное все сахар насыпаем елей прогулялись по городу по улице пришли к дому мило это тоже дом гауди можно желающие могут пойти на экскурсию внутрь это жильцы дома их инициатива там очень красиво они организуют на этом зарабатывают а это дом балью тоже дом гауди так мог строить рамблес остается рамблес когда бы мы не приезжали эта улица полна туристов полна кафешек магазинчиков лавочек идем гуляем любовь моя букерия это самый красивый базар самый богатый из всех которые я когда-либо видел но это ничего это не 4000 евро за килограмм как я видел прошлый приезд а после обеда пошли гулять по старому городу здесь очень красиво очаровали сказали что это не лебеди а гуси но все равно красавцы тут у тут у тут у 5 сентября 22 года мы в пальма-де-мальорка вот эти дворцы в которой мы сейчас пойдем а потом пойдем гулять по улице перед нами замок идем зам кафедральный собор пока закрыт я надеюсь что его откроют он очень похож на собор их ней богоматери собора 600 лет видно что здесь никогда не воевали но она откроется мы зашли в кафедрал и идем по комнатам сам кафедрал конечно впечатляет да да были красиво вот это от солнца похоже как будто просто не высушивать но к сожалению музей музей вот он сегодня закрыт гуляем по улицам города еще много зелени такой фонтанчик идем дальше что-то мне все это напоминает бульвар Ротшильд в Тольявее очень похоже только надписи по-английски по-испански моя полиция меня бережет полиция вся здесь на конях очень красивый дом и до плаца майор главная площадь города посмотрим магазинчики и пойдем на корабль попали на торговую улицу со всех сторон магазина и самое главное мы идем в тени сегодня 6 сентября мы в Марселе как сказал наш водитель такси вы не во Франции вы в Марселе но так как мы оказались уже в старом порту то мы уже пройдем по старому порту а потом сядем на автобус это англиканская церковь в которую мы сейчас пойдем а вот это все продолжение старого порта и вон там на вершине тот собор к которому мы поедем на 60 автобусе ну и за что быку такое мучение бедный бычок на углу старого порта мы поднялись наверх здесь такая церковь из нее панорама на весь старый бухт кафедральный собор главный кафедральный собор города очень симпатичный сейчас мы пойдем туда настенная живопись достаточно симпатичная сблизи красиво вот я подошел ближе вот так оно выглядит здесь еще один портал рядом с основным вот основной вот еще один с двумя входами марсель наверное вот это замок Киев Александра Дюма Александра Дюма Александра Дюма вот здесь это самый верхний шестой этаж и есть несколько этажей мы с нулевого поднялись на лифте на пятый на шестой а теперь будем пешком спускаться ну ничего это тот случай когда на Яву вид гораздо красивее чем чем на видео от старого порта трамвайчики любые трамвайчики недалеко от старого порта на нем можно доехать до ансамбля лошан вот этот ансамбль перед нами парковый ансамбль мы в парково дворцовый красивый ансамбль вот такой ансамбль очень потихонечку поднимаемся наверх вот панорама со стороны ансамбля вот здесь мы были вот здесь мы были в этой базилике и холодок такой очень приятно 7 сентября мы в Ласпеции на железнодорожном вокзале автобус довез нас от самого корабля до круизного терминала это бесплатный шаттл там полчаса идти до железнодорожного вокзала но как мы его сейчас проехали лучше ехать мы приехали вот вокзал вот его площадь вот сам вход в вокзал мы берем билеты дневной билет на целый день на Чикваторе для того чтобы путешествовать по этим деревенькам вот мы вышли с поезда вот поезд Рео Маджори сейчас пойдем смотреть эту деревеньку вот сейчас мы сделаем небольшую панораму это мы в Рео Маджори идем там где написано центр к центру идем по очень длинному коридору здесь коридора и наверное это та самая улица которая о которой говорится пройдем по ней туда и назад ну ничего интересно у них улица с такими многоэтажными домами я думал там деревня будет и вся улица ихная единственная вот в таком стиле спустились к Марине вот Марина вот тут смотровая площадка я не знаю пойдем или нет как решит народ а вот сама Марина и кафешки вокруг красота неописуемая здесь даже вон люди купаются ну что поехали в следующую деревню следующая станция Монаролла вон там горы идем смотреть идем назад это называется средиземноморский пейзаж две станции мы пропустили они очень похожи и поехали на конечную станцию Монтеросо а здесь самый настоящий пляж и природа и с той стороны пляж вот симпатичная точка съемки где птички сейчас мы их попробуем вот они красавицы ну и почему мы не взяли купальники такая прелесть шли в дворик очень красивый там как это не удивительно торговые у нас давай пройдем по улице и назад сейчас сегодня 8 сентября мы едем мы едем в Рим первый наш пункт площадь республики перед нами фонтан на яд рассказывать о нем не буду это можно везде прочитать базилику создавал Микеланджело зайдем в доктор вошли в базилику пойдем посмотрим вот самая знаменитая самая знаменитая икона икона Божьей Матери которую нарисовал Микеланджело прошел легкий дождик погода замечательная для гуляния перед нами фонтан Треве лицо у тебя перекошенное и народу больше чем людей подступиться невозможно на нижние ступеньки они не пускают почему-то подошли к пантеону к нашему удивлению практически никакой в очереди в пантеон мы здесь были в том году и все это есть в моем фильме но еще раз вот это здесь луч солнца один раз в год 12 часов отображается на стенке сединогона сначала подошли к фонтану Мавра самого Мавра установили сам фонтан 16 века Мавра установили позже это первый фонтан этой площади площадь Навона это самое красивое с моей точки зрения место Рима и каждый раз приезжая в Рим я прихожу на эту площадь и любуюсь на эти статую на эти фонтаны это самый знаменитый фонтан фонтан 4 век вот я спускаюсь по ступенькам к этому фонтану это место паломничества туристов место встреч свиданий последний фонтан точнее не последний но третий фонтан фонтан Нептуно вот на этом мы закончили осмотр этой площади испанская лестница вот ладья которую мы уже несколько раз снимали в прошлые годы вот сама лестница и церковь но идти в церковь у меня уже сил нету поэтому полюбуемся на лестницу и посмотрим как нам доехать до вокзала Непаль встретил нас очень сильным проливным дождем очень сильным и как только мы купили панчо на всех дождь сразу прекратился площадь Плебисита это базилика святого Франциска и Паулы рядом два дома близнеца со служебным входом там служебным целям сейчас посвящен вот один вот второй а с противоположной стороны находится королевский дворец я не знаю можно ли будет войти я надеюсь дяди на лошадях этот и этот это замечательно но я бы хотел войти в базилику базилика построена по образцу римского пантеона очень похоже очень похоже очень похоже президентский дворец попробуем в него войти ну это бывший президентский дворец но несколько комнат осталось как музейные в которых сохранились все вещи которые там были это внутренний двор королевского дворца чистенько нет бедненько но чистенько дворец здесь уже лепота это уже видно что королевский вот начинаются картины знаменитых художников называются итальянские короли жили неплохо вот гобелены вот еще одна комнатка и мы с королевского дворца вышло солнце и базилика засверкала в ту самую галерею в которой в прошлом году и на подпольно бегала купить магнитик ну ничего точно как в Милане капелла Сан Северо и вот такой памятник мы пришли в собор святого Януара который славится своим оформлением очень красиво очень красиво Борг конечно впечатляет это не то слово это один из самых красивых что я видел вышли с корабля самолет вечером пошли в Агуарию красиво все это не Улицкий хеликс сомнится обе луга поехала у ее и сколько у нее черный края вот конек торпунок торпула сама не поцарайся бедная кулянца а а и а и и а и и и а и и а КОНЕЦ Третий ролик. Июнь 23-го года. Корабль MSC Musics. Мы были в Греции, на Кипре, в Турции. Здесь в ролике. В Турции мы только были в одном городе, покупали шмотки. Это я не показываю, а мы посмотрим порты Кипра и Греции. И вот там стоят автобусы. Это люди, которые едут на экскурсию или на шаттл. Вот корабль. А вот здесь люди идут, которые сами идут в город. Пойдем и мы на 30-й автобус. Мы вышли в центре города. С этой стороны море. С этой стороны туда будет старый город. Я бы даже сказал, что это не просто старый город. Это очень старый город. В центре зашли вот в этот туристский магазин. Прямо там, где остановка 30-го автобуса, старый город. Очень симпатичный магазин советую. Вот это набережная. Но по самой набережной идти немножко скучно. Мы пройдем на один квартал параллельно, левее. Вон туда пойдем. И там пойдем по параллельной улице. Вот мы идем по улице, которая параллельно пляжу. Параллельно набережной. Вон набережная. Ну, на этой улице хоть есть магазинчики. Повернули налево. Здесь старый город. Ну, во всяком случае, с точки зрения всяких магазинов и лавочек, гораздо веселее. Действительно называется старый город. Ты видишь, это все очень старинное. Мы увидели православную церковь. Надо зайти помолиться. Маленькое. Ну, что, оно очень красиво сделано. Это католическое? Нет, это православная церковь. А, православная. Писали про нее? Нет, ну, написано было, да. Из всего количества 4-5 тысяч человек на двух кораблях, которые стоят в этом порту, небольшая часть на экскурсиях, а основная часть вот в этом районе пасется. Все вокруг говорят на иврите. Иногда некоторые говорят по-русски, в том числе продавцы. Ну, и зачем я жену привел в этот район? Теперь страдаю. Везде написано outlet. Цены действительно дешевые. По дороге магазин. И там всякая халва, и всякие вкусности. И все это можно пробовать, и водки. Я уже наелся, напился, и уже на корабль обедать не хочу. Эта улица какая-то бесконечная. А нам через час уже идти на корабль. Нагулялись по городу. Получили удовольствие. Вот здесь набережная. Вот здесь мы. Вот здесь автобус, который должен идти с той стороны. Мы стоим на остановке 30-го автобуса. Полтора евро на человека. И мы приезжаем на корабль. Ну, что можно сказать про лимассол? Погуляли 4 часа по городу. Смотреть особо нечего. Достопримечательностей нет. Магазины. Много очень шоколада дают. Пробовать столько, что я на обед идти не хочу. Много продают ремней. Что еще продают? Китайские кеды. Косметика. Да, это хорошая косметика. И очень много кед и всякой одежды китайского производства. А также аутлеты, в которых товары гораздо дороже, чем не в аутлетах. Ну, ничего, погуляли. Прекрасная погода. Плюс 35, наверное. Легкий ветерок. Идем на корабль. Лодка нас повезет в центру. Ну, не надо покупать билеты на лодку на корабле. Там они стоят 10 евро. Два конца. Я купил билет в билетной кассе. По 4 евро на человека. Как писали. И сейчас мы поедем в центр за минут 10. Выехали с порта. И едем в ту сторону. Идем погулять по городу. Весь порт это таверны. Идем погуляем. Нашлепки. Нашлепки. Ну, некрасивые. Конечно, обязательно шляпы. И обязательно какие-то непонятные рубашки. Да, красивенько. Идем дальше. Вот какие красивые переводочки. Как говорит моя жена, такое впечатление, что они это подкрашивают каждый день. Так оно все свежо. На удовольствие идти. Вот очень оригинально. Дерево прямо внутри магазина. И вот его крыша. Все очень красиво. Но мы хотим пойти дальше в порт. Вышли. Пойдем вдоль этого залива. Очень много типичные греческие картины. Но я думаю, что в санаторин, а в Айе будет их гораздо больше. Красота. Все рассчитано на туристов. Вот здесь тоже люди живут. Причем красиво. Хоть ты фотоаппарат не убирай. Народ бесцельно, с интересом, разглядывает все окружающее. Очень красиво. Много витрин. И внутри магазинов очень красивые вещи. Единственное, жалко, что мне это совершенно никак, ни для чего не надо. Но красиво. Особенно, когда это все вместе. Едем назад. Погуляли несколько часов. Получили удовольствие. Мы хотели сесть в синий автобус. Нас посылали в желтый. Сказали, что это то же самое. Это станция Акрополис. Здесь останавливаются автобусы и желтые, и синие, и красные линии. Вот подруга вышла на солнышко. И куда-то пошла. Вот остановка Арка. Это А5. А следующая А6. Это будет остановка уже Ботанический сад, парламент, смена караула. Пошли на площадь Синтагма, которая не представляет из себя ничего особенного. Вот перед нами здание парламента. Мы там будем в 11 часов. Вот такой товарищ. Чудики есть в любой стране. Заработал фонтан, о который опирается спаситель всех наций. И народ потихонечку все больше движется в сторону дворца. И народ потихонечку все больше движется в сторону дворца. Здесь есть, давайте там и есть вот такие арест커. Побыстрирование парламента. Рядом со зданием парламента находится ботанический сад. Это черепашник. Черепашник заболела уточка. Это плеща Тимония. За своим фонтаном. Одно из самых криминальных мест в Афинах. Гулять здесь можно, но у меня, например, карман застегнут на пуговицу. Мы вышли на площади Монатираки. Во-первых, здесь исторические места, церкви и какая-то торговля. Все вместе. Пойдем-пройдемся. Попали на какой-то большой-большой развал всякого барахла. Посмотрим. И что интересно, вот на этом базарчике и вся кожаная обувь, и спортивная обувь, и масла оливковые и так далее, и так далее, это все хорошего качества. Мы на тендере. Все люди заходят на тендер. Идем в сторону подъемника и туристических фирм. Очень красивый пейзаж. Идем дальше. Носк предлагает различные туры или даже машины. Вот очередь на подъемник. Мы встали на нее в 10 часов утра. Мы поднялись в город Фиру на подъемнике. Подъемник стоит 6 юрона человека. Вот три кораблика. От момента, как мы встали в очередь на подъемник до нынешнего момента, когда я поднялся, уже снимаю, прошло ровно 20 минут. Прямо наверху нас ожидал один очень большой базар. Кого интересует, вот что предлагают наверху. За 25 и за 30 евро. Картифира – это тот город, где мы поднялись. И вверх налево – это город Ойя, куда мы сейчас поедем на автобусе. Мы подъехали в Ойю. И нам сказали, что красивые viewpoints находятся, надо идти по этой узкой улочке. Вот это Ойя. Вон там наши корабли. А почему крыши стали белыми? Они раньше синими были. Вон еще viewpoints. Люди одеваются, как им комфортно. Все. Вот. Пейзаж. Ой, какая дочка красивая, красавица. Пошли наверно на самый главный красивый viewpoints Ойи. Очень красиво. Синими керамики. Они, конечно, молодцы. Вернулись в Фиру на автобусе. На автостанцию. Сейчас идем на фуникулер. Что-то жара, я устал. Хочется на карабль обедать уже второй час дня. Хватит.